В данном проекте принимают участие ученые Красноярска и Санкт-Петербурга. Темой нашего научного направления являлось изучение и моноцитов, и дендритных клеток у больных раком почки. Действительно, рак почки является одним из наиболее опасных онкологических заболеваний. Несмотря на то, что в Красноярском крае реализуются новые методы по ранней диагностике, пока это еще не есть очень успешный процесс. Зачастую выявляемость происходит на поздних стадиях развития заболевания. У многих больных опухоль начинает быстро метастазировать, и достаточно отдаленные рецидивы тоже наблюдаются. Поэтому, соответственно, актуальность в данном случае определяется самим тяжестью заболевания. О дендритных клетках сегодня очень много говорили. На сегодняшний день действительно уже достаточно хорошо охарактеризованы механизмы активации клеток, как они могут функционировать, как они, соответственно, живут. Мы тоже в этом принимаем определенное участие, в том числе охарактеризуем метаболизм дендритных клеток, их, соответственно, фенотип. В рамках развития научных направлений и клинического применения дендритно-клеточных вакцин, здесь все-таки, хоть доклад будет у Алексея Викторовича достаточно хороший и подробный, но, тем не менее, в публикациях также отмечается, что в ряде случаев дендритные клетки не проявляют должной функциональной активности. Здесь, прежде всего, определяют генетически, пытаются найти какие-то маркеры, которые бы определили, за счет чего недостаточная функциональная активность. Нарушения в иммунной системе, в том числе слишком высокая активность регуляторных Т-лимфоцитов, низкая иммуногенность самой опухоли. То есть здесь по-разному в публикациях, соответственно, представлены данные гипотезы. Мы исходили из того, что, в общем-то, есть некие регуляторные аспекты. Дендритные клетки происходят из моноцитов, моноцитов крови, соответственно. Моноциты принимают участие и во многих процессах в организме. В процессе развития опухоли они меняют свой фенотип, свою функциональную активность. И вот по этому поводу у нас ранее была опубликована статья, в которых, в общем-то, характеризовалось то, что у больных раком почки проявляются функционально-метаболические нарушения моноцитов крови, меняется соотношение с популяцией, снижена в ряде случаев экспрессия активационных антигенов. И, исходя из этого, мы предположили, что вот такие нарушения у самих моноцитов может повлиять в том числе и на фенотип и, соответственно, функциональную активность дендритных клеток. Для этого мы обследовали на больных раком почки, светлоклеточный тип. Соответственно, с помощью методов проточной цитометрии мы охарактеризовали фенотип моноцитов и дендритных клеток. Дендритные клетки получали, в общем, относительно стандартным методом, соответственно, инкубировали, выделяли моноциты крови путем их адгезии на пластике, инкубировали граноцитарно-макрофагальным колоннестимулирующим фактором и интерфероном альфа в течение пяти суток, затем получали уже зрелую популяцию путем введения, соответственно, в инкубационную среду лизата опухолевых клеток, аутологичных опухолевых клеток и фактора некроза опухоли альфа. Выделяли с помощью методов проточной цитометрии мы три основные сопопуляции моноцитов, это, соответственно, классические моноциты, которые, в общем-то, развивают весьма активно респираторный взрыв, но, в общем-то, синтезируют низкий уровень провоспалительных цитокинов, соответственно, провоспалительную фракцию или провоспалительную сопопуляцию, которые, в общем-то, синтезировали достаточно широкий спектр и весьма активно, соответственно, провоспалительные цитокины и противовоспалительные цитокины, прошу прощения, противовоспалительные моноциты, которые, соответственно, характеризовались синтезом ингибирующий фактор интерлейкина-1РА. Мы получили, что у больных раком почки достаточно снижен уровень именно провоспалительной сопопуляции моноцитов в крови. Исходя из этого, мы привели еще ряд анализов, в том числе корреляционный анализ, который позволил нам определить то, что в этом случае у нас получается выраженная зависимость фенотипа дендритных клеток от исходного состояния прежде всего провоспалительной фракции, и мы поделили своих больных на две подгруппы, исходя из количества моноцитов с провоспалительной функцией. Таким образом, у нас получилось у больных раком почки две подгруппы, у одной которых выше исходного медианного уровня провоспалительных моноцитов и ниже медианного уровня провоспалительных моноцитов. Исходя из данной таблицы, видно, что в данном случае у нас приближается все-таки в этом случае количество провоспалительных моноцитов контрольным значением, ну и, соответственно, у другой подгруппы количество провоспалительных моноцитов резко снижено в периферической крови. Есть и другие различия, которые, соответственно, классические субпопуляции моноцитов. В этом случае оказалось, что у больных раком почки, у которых снижено количество провоспалительных моноцитов, соответственно, повышено содержание классических моноцитов. Фенотипирование дендритных клеток мы провели по классическим маркерам 83, это основной маркер дендритных клеток, 80 и 86, соответственно, плюс дополнительно у нас еще антиген HLA-DR-молекулы также мы исследовали, а также обнаружили в наших исследованиях, что и у здоровые лица, лица контрольной группы, и больные раком почки, соответственно, достаточно четко у них фенотип, не фенотип, а экспрессия CD80 антигена, соответственно, делилась на две подгруппы тоже здесь, и мы таким образом выделили клетки, которые высоко активно экспрессируют CD80 антиген и с низкой экспрессией CD80 антигена. Данные молекулы CD8 и CD86 являются костимулирующими, принимают активное участие, прежде всего, в передаче стимулирующего сигнала, плюс HLA-DR-молекула также является ключевой в антиген презентации, поэтому в данном случае мы достаточно хорошо характеризовали именно функциональную активность полученных дендритных клеток. А в данном случае представлены особенности, статистически значимые различия, которые мы выявили по незрелым дендритным клеткам вдруг в двух подгруппах у больных раком почки, соответственно, обнаружено, что у больных, которые, ну, то есть вообще при раке почки повышено содержание незрелых дендритных клеток вот с этим высоко активированным фенотипом, соответственно, но тем не менее у больных, у которых сниженное содержание провоспалительной фракции моноцитов в крови, соответственно, у них еще в том числе статистически достоверно повышается количество незрелых клеток с активированным фенотипом по сравнению вот с другой группой, у которых провоспалительных моноцитов, соответственно, приближается к контрольному уровню. Но тем не менее, обратите внимание, что вот на двух наших разделенных, опять-таки, популяциях дендритных клеток по CD80 антигену обнаружено, что и CD80 в лоу клетке, соответственно, у них низкий уровень экспрессии антигена CD86 и у CD80 дендритных клеток, соответственно, также снижается количество, уровень экспрессии HLA-DR рецептора. То есть, иными словами, незрелые дендритные клетки, проявляя на выходе, имея большее количество клеток в целом с активированным фенотипом, тем не менее, со слабым уровнем экспрессируют активационные костимулирующие молекулы и молекулы антигенпрезентации. Более выражены различия обнаружены среди зрелых дендритных клеток. Здесь вот на слайде представлено то, что в целом у больных раком почки, у которых приближается, скажем так, содержание провоспалительных моноцитов к контрольному уровню, соответственно, у них повышено содержание клеток CD80 low и снижена CD80 high. В то время обратная картина выявляется, соответственно, у больных раком почки, у которых содержание провоспалительных моноцитов значительно меньше, чем в контрольной группе и, соответственно, вот в предыдущей группе. Та же самая зависимость обнаружена и по активационному опять-таки фенотипу с клетки, которые экспрессируют HLA-DR рецептор. Аналогичная зависимость. Но и с точки зрения экспрессии всех вот этих антигенов тоже обнаружено, что в целом CD83 клетки достаточно слабо при вот том, что здесь повышено содержание клеток, ну, скажем так, с высоким уровнем экспрессии high по 80 и плюс еще HLA-DR рецептор, соответственно, тем не менее слабо экспрессируют CD83, 86 и HLA-DR рецептор. То есть, в целом, при делении, соответственно, на две субпопуляции, на две подгруппы больных, получается, что уровень экспрессии костимулирующих и антигенопрезентирующих молекул, соответственно, снижен. Здесь я не стал даже выделять, то есть обнаружено, что вот опять-таки клетки CD80, дендритные клетки, зрелые клетки, которые разделяются по уровню экспрессии рецептора CD80, они тоже имеют эту же зависимость. Соответственно, у больных раком почки, у которых количество провоспалительных цитокинов, моноцитов в крови, соответственно, приближается к контрольному уровню, у них, в общем-то, вполне, если и снижено, то с меньшим уровнем значимости, чем у тех больных, у которых, соответственно, количество моноцитов весьма отдаленно, провоспалительных моноцитов весьма отдаленно от контрольного диапазона. Таким образом, нами охарактеризовано, что имеется зависимость фенотипа дендритных клеток, как незрелых, так и зрелых от исходного фенотипа моноцитов, при низком количестве провоспалительных моноцитов у больных раком почки повышен уровень дифференцированных незрелых и зрелых дендритных клеток, но при снижении экспрессии молекул, принимающих участие в костимуляции и антигенпрезентации. В принципе, мы не готовы еще говорить о том, что именно того, что эти моноциты принимают участие, затем будут дифференцироваться в дендритные клетки, нет. Больше здесь, по-видимому, проявляются регуляторные аспекты, а каждая фракция моноцитов, соответственно, синтезирует свои цитокины, в том числе в процессе дифференцировки в самой культуре, и, по-видимому, это уже имеет определенную значимость. Плюс мы уже имеем результаты исследования, что здесь и метаболизм также различается, и метаболические особенности моноцитов также зависят от их субпопуляционного состава. Исходя из этого, и вот эта зависимость в целом, соответственно, проявляется. Спасибо за внимание. Вопросы? Пожалуйста. Вы не пробовали компенсировать недостаток моноцитов, которые потом транслируются в дендритные клетки, при культивировании, например, различными концентрациями, скажем, интерлекинов, ТНФ, GMC-SF? Насколько это вариабельный и, так сказать, возможный корректируемый признак? Да, вопрос, пациент, спасибо. Да, ну, то есть, имеется в виду, логика здесь есть, но вот пока мы еще этот эксперимент не проводили. У нас есть вот уже другие исследования, как я сказал, от метаболизма в зависимости. И вот эти метаболические особенности мы старались компенсировать, и тогда тоже вот выход, скажем, дендритных клеток, соответственно, выше, ну, скажем, нормальным фенотипом. Так, еще? Спасибо большое.